Югорские проекты получат государственную поддержку. Координационный комитет президентского фонда культурных инициатив утвердил список проектов победителей первого конкурса 2024 года на предоставление грантов в области культуры, искусства и креативных индустрий. На конкурс заявились 136 тысяч авторов. Победителями же стали 883 проекта из 85 регионов России, в их числе 6 инициатив из Югры. Самый большой грант выиграл Центр инноваций Люкан из Казыма. Его авторы предлагают разработать приложение дополненной реальности для современных деревянных развивающих игрушек. С его помощью дети будут узнавать историю коренных народов Севера. Звуковые вставки в приложении предлагают озвучить на четырех языках – хантыйском, мансийском, русском и английском. В Сургуте поклонники здорового образа жизни отметят Новый год традиционным забегом. В этом уже в 14-й раз сургутяне и гости города примут участие в забеге «Кристальной трезвости». Мероприятие пройдет в парке Засаймой, физкультурники пробегут 3 километра. Впрочем, дистанцию в зависимости от погодных условий могут и сократить. Например, в прошлый Новый год из-за сильного мороза сургутяне бежали всего 1 километр. Кубок трезвости поддержал известный боксер Руслан Проводников. На странице в соцсетях он публикует видео утренней пробежки под хэштегом «Утро с чемпионом». В очередном ролике призвал всех желающих принять участие в забеге. Ребята, обязательно придите, обязательно пробегите. И я также бросаю эстафету и вызов этому кубку, всем участникам этого замечательного кубка трезвости. Ребята, принимайте и отвечайте. Я 1 января жду от вас ответочки. Морской Новый год. Сургутский музыкальный и драматический театр решил необычно отметить главный праздник в году. Детский спектакль «Остров сокровищ» по мотивам произведения Роберта Льюиса Стивенсона погрузит юных сургутян в мир пиратов, сражений и богатства. Ставила спектакль «Санкт-Петербургская группа» во главе с режиссером Дмитрием Сорвиным. Получилось весьма атмосферно. Отмечу перед выступлением. Детей поздравляют Снегурочка, Дед Мороз, морские жители и символ наступающего года – дракон. Поскольку у нас спектакль морской в морском стиле, то у нас, конечно, такой морской Новый год в этом году в театре. Это выражено и в оформлении фойе. У нас подводный мир здесь представлены, морские животные. И у нас елка украшена рыбками. Наверное, это совершенно необычное и очень интересное решение. Конечно, обращает на себя внимание зрителей. В России заработала горячая линия Деда Мороза. Связь с новогодним волшебником организовала компания «Ростелеком Контакт-центр» при поддержке Почты России и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. По телефону 8 800 101 10 42 дети смогут рассказать Снегурочке о подарках, которые бы хотели получить на Новый год, разгадать зимние загадки и оставить пожелания Деду Морозу. Бесплатный круглосуточный номер будет работать до 29 декабря. Горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников будет работать во второй раз. В прошлом году на линию поступило более 32 тысяч звонков. Полицейский замаскировался в Деда Мороза для выполнения важной операции и поздравить маленьких югорчан с Новым годом. В югре стартовала ежегодная новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники ГИБДД вместе с главным Дедушкой Морозом из МВД посетили Хантамансийский центр содействия семейному воспитанию и поздравили ребятишек с предстоящим праздником. Ребята водили хоровод, пели новогодние песни и рассказывали стихотворения. В награду получили сладкие угощения и посидели в полицейском автомобиле. Полицейские под прикрытием вместе с госавтоинспекторами в игровой форме напомнили ребятам основные правила дорожного движения в зимний период. Подобные встречи состоялись и в других городах округа.